Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас будет видео по купочке орденской лошади на доп-аккаунт Мэри Норды. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу немножечко напомнить вам вообще, кто такая Мэри Норды. Если вы не смотрели прошлое видео с данным персонажем, а вернее его историю, всплывашка будет вверху в этом видео, и вы сможете изучить поглубже, что же это за персонаж, который приехал на Юрик из Великобритании. И вообще, как она пришла к тому, чтобы сюда переехать. У нее есть очень большое количество стареньких лошадок по сравнению с другими моими доп-аккаунтами, кроме Даши Панихум. Самыми первыми, кроме началки, у нее появился Хафлингер второго поколения, потом, насколько я помню, Хафлингер третьего поколения, потом Финхорс или наоборот. Вот. Дальше была глобальная покупка, я закупила ей несколько стареньких лошадок, ну а также бесплатная лошадь дня рождения, 10-го дня рождения ССО. Ну и самая последняя покупка, которая была скрыта от вас, это голландская лошадь. Да-да-да, я купила ее без видео, за что прошу прощения, просто очень хотелось посмотреть на данную породу, да так сильно, что покупала я прям с телефона, где-то сидя в автобусе. И безумно рада данной покупке. Кстати, вы могли наблюдать бойкую диадему в пробном ролике о том, как бы я могла бы снимать сериалы или кино. Так что вы сами видите, какие у нее масти по большей части, это либо саловые, либо эгреневые. Все никак не поймут, как правильно надо ставить ударение. И вот такие разные светлые лошадки, самые темные, кроме лошади дня рождения бесплатные, это как раз бойкая диадема. И сегодня, примерно похожей на масти, мы отправимся с вами покупать ей орденскую лошадь, потому что я уж больно сильно захотела ей в конюшню добавить еще одного плотненького коня. Мэри живет в игру, хотя до этого было ей можно было бы добежать пешком, мы все-таки поедем на коневозке. И так как я хочу называть лошадь на английском языке, я уже переименовала, перезошла в игру, в англоязычную версию, чтобы как раз не перезаходить именно перед покупкой самой лошади. Ой, я прям никогда не думала, что я куплю ей орденса, это такое было неожиданное решение. Сейчас у нее 1403 старкоинса, но хотя у нее было 1700, просто я очень много старкоинсов потратила ей на некоторую одежду, шляпы, пиджак, жилет, шлем там тоже. Так что да, немножечко так потратилась, однако старкоинсы на покупку лошади остались. Я ей более не доначу, все СК копятся у нее за счет лайфа или подарочных бонус-кодов. Итак, вот они орденсы, и сейчас мы будем смотреть, кого же мы ей будем покупать. Хотя я думаю, вопрос этот задавать бессмысленно, потому что покупать мы будем ей именно вот этого красавчика, именно вот эту вот плюшечку, батошечку, я не знаю, как еще, вот этого великана. Ну хотя он не такой высокий, но все равно очень массивный, с розовым носиком и с носочками. Или это уже челочки, не по-моему это носочки. Такую вот прелесть. Хочу сделать, я вначале думала, что хочу ему сделать либо косички, либо корешку, но так как я бегаю на основе на орденсе с корешкой, то тут либо косички, либо своя грива, либо лохматая. Но я хочу, наверное, все-таки лохматую, потому что я как-то нарушила свое желание купить вот эту гриву на основном аккаунте, а на других аккаунтах орденса пока, пока, пока что нет. Вот сейчас мы будем покупать как раз второго орденса в моей жизни. Итак, давайте посмотрим. Скорость 4, так, сила 4, выносливость 2. Так, нет, я все перепутала, гибкость 0. Надо же забыла, как они правильно по-русски переводятся, все эти характеристики. В общем, лошадь исключительно такая прогулочная, даже тягловая, но, к сожалению, телег в ССО у нас нет, поэтому таких коняшек берут исключительно для души, для походов, для прогулок, ну или просто, чтобы бегать по Юррику. У него вот такой вот шаг, в какую сторону, наверное, вот в эту лучше смотреть, шаг, рысь, манежный или же легкий голоб, голоб и карьер. Ну и, конечно же, специальная анимация, как мы плюхаемся на попку, и нам на нос садится милейшая голубая бабочка. Очень удивлю, какой ты классный, прям не могу, не могу, не могу. Такая прелесть. Да, вот Мэри любит вот именно таких лошадок, у нее худых практически нету, если смотреть из основного списка ее личных лошадей. Самый, наверное, худой и спортивный это голландец, но тут как бы сами понимаете. Так, в общем, покупаем 919 старт коинцев, лохматая грива, данная масть, даже думать особо не пришлось. Просто выбираем, это будет взрослый. А это, наверное, будет кобыла, потому что у нее слишком много жеребцов, насколько я помню. У нее, кажется, Хафлингер жеребец, финская лошадь тоже жеребец, а вот голландец, бойкая диадема, кобыла. Может, и вот Орденса сделать кобылкой? Я не знаю, вроде бы как планировала жеребца покупать. Нет? Ну, давайте сейчас подумаем, посмотрим. Так, что вы с именем? С именем я вообще не знаю, какой дать этой лошади. Ну, давайте, да, это все-таки будет кобылка. И вот сейчас будем сидеть и гадать, как назвать данную лошадь. Так, там сейчас что написано? Cake Harmony, то бишь мелодичный пирог? Не знаю. Cake Apple. Cake Apple? Нет. Так, ладно, я не знаю, я просто вообще не догадывалась, какое имя буду ей в итоге делать, поэтому через несколько секунд я вернусь к вам. В общем, было очень много вариантов. Как же в итоге назвать данную лошадь? Были и Cake Pie, и Candy Pie, Pie Candy, и что-то там еще. В общем, были очень большие вариации. Много вариантов было, как назвать эту кобылу. Я даже уже под конец думала, может все-таки это будет жеребец, но нет. Я решила, что это будет Pumpkin Lady, тыквенная леди. Да, такое имя надо задавать лошади, когда ты покупаешь ее осенью. Но мы не виноваты, что орденцев добавили зимой. Так что... Так, в общем, взрослая кобыла тыквенная леди, Pumpkin Lady. 919 старткоинцев, с 19 добавлено за счет изменения прически. Итак, нажимаем. И... Утибози мой, здравствуй. Какая-то прикольная. Ну, прям очень-очень нравится. Так, отправить в конюшню. Я на самом деле, когда впервые только-только увидела данную масть, я безумно хотела ее купить для Мэри. Прям очень-очень сильно. И несмотря, кстати, на то, что Finn Horse тоже достаточно крупный, все-таки, вот даже без снега, видно, как они сильно отличаются. То есть вообще не похоже. Только если поставить их не рядом, то можно еще как-то попытаться представить, что они чем-то похожи, но на самом деле вообще ни капельки. Так, все, мы отправляемся в конюшню и смотрим на нашу новую прибывшую лошадку. Итак, вот мы и приехали на нашу конюшню. Я заранее подготовила место, потому что, на самом деле, до этого, до записи данного видео, здесь был полный бардак по расположению лошадей. И вот она, моя красоточка Pumpkin Lady. Привет! О, тебе зимой! Какая ты прям... О-о-о-о! Такая лохматенькая, хорошая! Насколько она, кстати, по-другому выглядит, чем та же вороная, серебристая ворона. Это что, сейчас был этот типо танец? Она отличается внешне очень сильно от серебристой вороной, от других мастей. Прям кардинально. Вот насколько сильно все-таки цветовая гамма масти меняет, как сказать-то, восприятие лошади. Вот это такая довольная и счастливая. Повышаем до второго уровня. Безумно этому радуемся. Так, и сейчас нужно будет подобрать ей амуницию. У меня на каждой лошади на этом аккаунте, да, можно сказать, закреплена своя собственная амуниция, но не постоянно. То есть между Хаффлингером и Голландцем она иногда меняется. А вот на Финхорсе исключительно вестлинские седла. Ну, а на Норденса сейчас посмотрим. Какая... Что ты не дубишь? Какая красивая девушка! Классная прям. Кстати, если вы не знали, то вот вам интересный факт. Когда на Норденсах вы делаете дыбы с помощью клавиши назад, вы не услышите топота. Если через клавишу вперед, то вы услышите топот ее ножек. Так, давай посмотрим, есть ли у меня какая-нибудь подходящая свободная амуниция, в особенности недоусток. Но, по-моему, на этом аккаунте свободных недоустков не осталось. А они есть? Есть и очень даже много. Откуда у меня их столько? Так, так. Ну, нет. Вот какие-то яркие я не хочу. Розовый. Хотя, может быть, розовенький. Все-таки такая первая значимая девочка. Да? Да, у меня, получается, кобылка-началка. А, подождите, финская лошадь у меня тоже кобыла? Ничего себе. Я почему-то думала, что это жеребец. Извините. То есть у меня теперь две крупные кобылки, а у меня больше все-таки кобыл теперь здесь. Именно вот среди вот этих лошадок. Неожиданно. Неожиданно. Ладно, ладно, ладно. Нам в следующий раз надо будет проверять заранее имена лошадей. Так. На нас можно надевать нагавки, конкурные седла, вестернские седла, вестернские вольтрапы. Это ж мечта, а не лошадь, на которую все можно надевать, все самое новое. Так, что у меня есть из комплекта? Так. Классическое для конкура сет. Но это нам не особо интересно. Сет а-ля бабуля, который нам давали этой зимой. Но я, кстати, не хочу надевать на нее нагавки, они смотрятся слишком большими. Так, что-то тут такое сет у нас есть. Есть еще теплых деньков. Или холодных, холодных, холодных деньков. Да, сет у нас еще есть. Но там вот эта уздечка, я не хочу тоже ее надевать. Это выездковый сет. Нагавки прям такие крупные, растянутые. Так, еще вот такой, такой. А это получается отсюда, нет? А, да! Ой, это, оказывается, вот так вот должно быть. Ну-ка. Давайте просто посмотрим, как это смотрится. Да даже если вместе с нагавками, ладно. Я была уверена, что я захочу на нее комплект вестернский какой-нибудь покупать. Но, возможно, кстати, нет. Возможно, и не захочу. Вот этот комплект, он мне нравится, но только весной. Сейчас зима, не хочу. Так, у нас есть... О, у нас есть вот этот сет еще. Ну, нет, пожалуй, я его приберегу для лошадей второго поколения или... Ну, да, второе поколение, кто может носить эти седла. И что получается? Так, этот не подходит. Здесь старенькие. Я думала, может быть, вот эту уздечку. А знаете, нет, наверное, я оставлю вот так, как есть сейчас. Даже, ну, только нагавки сниму. Все-таки они меня очень сильно раздражают. Вот. Вот это красотуля. Посмотрите, насколько она больше. Я не говорю, что высокая, но просто крупнее, чем финская лошадь. Так, так что лошадь у нас подготовленная. Вот такая красотуля. Это, кстати, первая конюшня, где у меня больше получается кобыл из основных лошадей, чем жеревцов. Я до сих пор в шоке. Ну, что ж, давайте пойдем и посмотрим, как же она смотрится во время езды. Так как Мэри у нас все-таки работает в лесничестве Юрвика, и почти все лошади, которых она покупает, работают с ней в полевых условиях, я решила, почему бы не проверить тыквенную леди именно в таких условиях, в условиях леса того же Диколесия. Очень классно смотрится, особенно в сугробах. Такая большая, крупная девочка. В самом хорошем смысле. Прекрасно справляется с подъемом по крупным и длинным склонам. Прям очень хорошо. Какой же характер, наверное, будет у этой лошади? Достаточно спокойный, но, наверное, слегка вредный. Не все же лошади могут быть одинаковыми. Но при этом я даже не знаю, может быть, еще какая-то изюминка в ней есть. Но, наверное, это полная каменная равнодушие вообще ко всему, что происходит вокруг нее. Поэтому ей и не страшно кататься по каньонам, по горам, по лесам. Но, наверное, плата за такие каменные нервы – это как раз некая вредность. В каком плане, пока сказать не могу. Сама, если честно, не знаю. Но безумно довольна данной покупкой. Мне очень нравится, как они смотрятся вместе с Мэри. Давайте также еще посмотрим, как эта парочка смотрится без снега. А смотрится она просто замечательно. Но согласитесь, прям очень хорошо смотрится. Обожаю подбирать лошадей своим персонажем. Это так, чтобы они прям, ну, очень симпатично дополняли друг друга. Ну, прям классно. Вот такие вот у нее дыбы. Очень такие, кстати, высокие. Мне нравится, как она подбирает ножки. Давайте немножко здесь еще алюра посмотрим. Уже наяву. Шаг. Рысь. Вот прям безумно нравится, как красят Ордены. Я один раз пришла на тренировку по выездке на Орденской лошади на наставном аккаунте. И осталась безумно довольной. Манежный. Она мне, когда на Манежном едет, напоминает лошадь богатырей. Именно русских. Аля Добрыню. Ну, кстати, да. Ты похожа чем-то на Бурушку. Или кто у него там был в мультике. Дальше. Голоп. Очень такой активный, немедленный, неленивый. Прям активистка какая-то по движениям, по анимации. И карьер. Да. Так и не скажешь, что это какой-нибудь ленивый тяжек. И вообще самый быстрый карьер. С остановкой. Остановка, кстати, как у голландца. Я не знаю, так должно быть или нет. Но в данный момент прям она останавливается один в один, как голландец. Ну и еще раз дыбы. Так что вот такая вот лошадь теперь есть на конюшне у Мэри. Это не последняя покупка Арденса. Возможно, в будущем я буду покупать Арденсов еще на какие-нибудь доп-аккаунты. Потому что это очень классная лошадь. Во-первых, на нее можно надеть все новое, что есть в этой игре. Все самое необходимое этого пива. А во-вторых, я безумно обожаю таких тяжек, тем более с лохматой челочкой. Поэтому почему бы и не порадовать доп-аккаунты новыми лошадками. Учитывая то, что почти на всех из них основные лошади прокачаны до 15 уровня. Так что такие вот новости. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии. Как вам данная порода? Каких мастей вы закупили себе в конюшню? Может быть, вы скупили вообще уже всю породу, не выдержав ее прелестей. Потому что у меня лично много знакомых, кто очень быстро скупает лошадок. Так что на этом все. И мы будем с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Ой, ну как они классно смотрятся. Я прям не могу. Прям просто плюшевая милость. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»